30 случаев майора Зэмона 1952 год. Корабль в Гамбург. Главных ролях. Владимир Брабец. Рудольф Еринок. Иржа Крампул. Франтишек Филипповский. Родослав Брзобогатый. Отто Лацкович. Владислав Марквичко. Родован Лукавский. Йозеф Гленамас. Йозеф Чап. Автор сценария. Режиссер. Иржа Секвенс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Конкин. Редактор субтитров А.Конкин. ЛАПА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Все сходится. Двадцать, двадцать тысяч, как мы договаривались. Таможенники все еще ничего не пронюхали? Стараются пронюхать. Да-да. Почти до гола нас раздели. Весь корабль прощупали. Каждую щелку. Четыре. Четыре часа это продолжалось. Капитан был разъяренный, как шакал. Его-то на малу уже ждала дочь. Дочь с внучкой. А они все еще рылись в трюме, в каютах. И представь себе, даже обшивку отвинчивали. Только шиш нашли. Мы тоже не лыком шиты. Пока что так. Но быть все время на чеку, Станда. Можешь не пересчитывать, но здесь кое-чего не хватает. Ты не находишь? Я-то да, а ты? Ты тоже как я вижу. Только не удивляйся аспирина, нет. Представь себе, что парень, который приносил мне лекарства, на этот раз вообще ничего не принес. Это я должен сказать заказчику, а когда он придет? Так точно. И ты думаешь, он это проглотит? А что ему еще остается? Если он захочет подробности, так ты ему скажи, что с сегодняшнего дня за лекарства надо платить в пять раз больше. Да-да, медикаменты подорожали. И в Гамбурге. Перестань пить, черт возьми. Подожди, не отбирай, прошу тебя. Смотри же, если ты привез аспирин, но спрятал его... Ты что, с ума сошел? Хозяин сможет сам у тебя найти. Подожди ты. Я тоже смогу. Руцина, награде си то наскладаји. Порде ли это, аль. Псисав. Натиснин муже прелазит. Пусть! Пусть! Ты, альзика, едем! Ты мне уже в THEしтак не будешь! Я же дома, я же дома, я же дома. Я же под паром. Лизо, Лизино, что ты сделал? А ты хайзл! Так ты, я тебя седну преразил. Там ты дал, что ты сделал? Лизо, Лизинко, Лизинко, где ты, Лизинко? Лизо, Лизо! Лизо, доооо! Чит semi, чтенка, лизинко, что ты сделал? Что дальше? Вот это ярда. Тут как на ярмарке. Господа, прошу всех освободить помещение. Воздух наверху чище. А что вы здесь делаете? Вы судовой врач? Да, доктор Гетманек, товарищ следователь. Я ему это предсказывал. Что? То, что его кто-то прикончит? Выглядит это отвратительно, не так ли? Ну, вы ему уже не поможете. Да, не помогу. Идите к капитану. Это работа для нашего доктора. Посмотри, у тебя здесь столько народу, как в центральном универмаге. Ну, ребята, быстренько отсюда. Отпечатки на столе. Ярда, ты тоже с ними. И много не топчись. Вы здесь работаете? Да, моя фамилия... Гаек. Я второй помощник. Знаете что-нибудь о том, что и как здесь случилось? Нет, я не был почти всю ночь на корабле. Так вы, значит, не знаете, во сколько Берка вернулся домой? Нет. Я не обратил внимания. Я думаю, что все это случилось... ...до того, как я возвратился из города. Было... ...тихо. Он... ...он даже не храпел... ...как обычно. Гаек, так ведь? Я позову вас к капитану, когда будет нужно. Который был час, когда ты его нашел? Ну, полшестого. Мы, знаете, готовим завтрак. Так я постучал, как всегда. Никто не ответил. Дверь была приоткрыта. Я заглянул... ...а он здесь вот так лежал. Вокруг хаос. Извините, это были преступники? Что-нибудь украдено? Ну, это еще увидим. Сколько раз я вам говорил, чтобы вы Берку на корабль не пускали... ...послали его лечиться. Вот теперь и расхлебывайте. За пьянку он заплатил жизнью. Да. Кровозлияние в мозг, падение. Видимо, ударился о край стола, потерял сознание. Никто ему не помог. Началось удушье и... ...конец. Увидим. Но кто-то там так зритель, что там глядал? Были кто-то на лоди, когда Берка вернулся домой? Были сэм? Не видел ты его ни кто-то на ходу? Я. Было скоро рано. Я бы его в течение часа... ...снад и забил. Забил? Потому что утопил мою кочку. Лизинку. А что ты сделал? Ничего. Он сэ замкнул. Воправду? А что с ним было дал, то уж на мох души не вим. Сейчас здесь вся команда? Не хватает Шимика. А кто это? Механик. Он уехал сразу же, как только мы подошли к пристани. Он не очень спешил. Гонзо, можно тебя на минутку? Сейчас я вернусь. Посмотри. Это у него лежало в нагрудном кармане. Представляешь? 18 тысяч. Преступник их не взял. При этом матрас разрезал. Все просмотрел. Белье разбросал. А деньги оставил. Ты видел такое когда-нибудь? Видел? Нет, не видел. Отвезите его в анатомичку, и пусть доктор Весело проведет вскрытие. Ты с ребятами как следует осмотри каюту. Переверните все вверх дном. Потому что о естественной смерти здесь и речи быть не может. Сущность и причина смерти такова, как ее определил этот судовой врач. Бессознательное состояние, удушье. Кроме одной детали. Эта рана на затылке появилась не вследствие удара об острый край стола, а после удара каким-то тупым, тяжелым предметом. Убийство. И пока как будто без причины, так как деньги оставлены так. Будете удивлены, но мотив есть. И мотив очень серьезный. Как вы думаете, что в этой коробке? Обычный аспирин, порошки против головной боли, снотворное. Так, просто всякая ерунда. Кроме этой драгоценности. Инструкция по употреблению этих лекарств. А между строчками, шифр. Написан невидимыми чернилами, и код нам пока неизвестен. Так что ребята не зря старались. Знаете, где нашли эту коробку? Где? Под полом каюты, под линолеумом. У Берки там был прекрасный тайник, незаметный. Но мои орлы все-таки его нашли. По простым признакам, четыре часто отвинчиваемых шурупа. Ясно, искал тайник, поэтому все так перевернул. Может быть, его кто-то вспугнул? Возьмешь этот случай себе? Ведь это все-таки шпионаж. А ты рад от него избавиться? Ведь ты еще и не начал. Именно поэтому, но не бойся, я тебе убийцу найду. Речь идет о том, чтобы вы нашли того, у кого болит голова, и кто жаждет получить аспирин. Но это будет непросто, хотя, может быть, это один и тот же человек. Тебя, скорее всего, интересует, кому из наших я поручу сотрудничать с тобой. Да. Что бы ты сказал об Эрике Граце? Надо же. Я как раз о нем думал, согласен. Доктор, можете мне сказать хотя бы приблизительно, в котором часу он умер, Берка? Приблизительно между четырьмя и пятью часами утра. Да, похоже на то, в четыре Берка вернулся на корабль, как говорит рулевой. Да, Гонзо, чтобы об этой находке никто на корабле и не знал. Естественно. Вот только бы об этой аспириновой смерти не знали больше, чем мы думаем. Я уже одного подозреваю, это некий механик Шимек. Очень уж он подозрителен. Представь себе, как только они вернулись из Гамбурга, он исчез. Ну, где, где я был? В одном этом... В одном отеле. В каком? В славе. Это только, скорее, хижина в горах. Я тоже люблю горы. Да. Так где же это, ваше хижина? В Шумаре. Это недалеко отсушиться. Да. Видите, а на корабле все думали, что вы уехали домой, в лысу над лабой. Вы ведь там живете? Да, мы там живем с мамой. И что же вы там не появлялись целых три дня у мамочки? А только сегодня. Почему? Вы, видимо, женаты. Оба. Видимо, это вас не касается. Здесь спрашиваем мы, а вы отвечаете на наши вопросы. Прошу. Я вам открою эту тайну. Коллега находится под каблучком добровольно и уже третий год. А я свободен, как птица. Вот как. Так как фамилия этой дамочки? Как? Как это? Вы знаете, что это дама? Да, теперь уже знаем. И я хотел бы услышать, с кем вы были в отеле и почему. Ну, знаете. Она замужем. Знаете, как это? Именно поэтому я и спрашивал. Благодарю. Именно поэтому я спрашивал, как у вас с этим. Потому что женатый человек не смог бы меня правильно понять. Наоборот, он скорее придет в бешенство, потому что у него у самого дома жена. Ну, так скажите мне на ухо, чтобы у вас была чистая совесть. Ну? Я вас слушаю. Власт. Власт. Дальше. Том кого? Томик? Томик. Ну, конечно же. Инженер Томик. Это же ваш главный инженер. Томик. И вы... Вы с... Ну, оставим это, если только вы говорите правду. Вы понимаете, мы проверим вашу информацию. Граждане, товарищи, власты не виноваты. Я вам все объясню. Это Томик. Ведь он же тиран, ограниченный бюрократ. По крайней мере, она так говорит. А она любит танцевать. Когда власточка танцует. Так это просто сказка. Извините. Извините. Нет, серьезно. Это действительно... И потом, это вилла. Граждане, видите ли, я ей привожу пластинки из Гамбурга. А иногда, знаете, какую-нибудь эдакую нейлоновую глупость. Знаете, как это бывает? Ну, ведь за это не судят. Или судят? Я заплачу. Потому что я никогда ничего таможенникам не платил. Скажите, сколько я должен... Когда ты последний раз видел Берку? Так это он меня выдал. Вот это, граждане, уровень. Вот это уровень. Такое мне подстроить перед расставанием. Как это перед расставанием? Вы знаете, что с ним случилось? Ну, его уже нет. Что вы подразумеваете? Ну, что он не будет плавать. Это говорил... Подождите, он это говорил еще на пути в Гамбург. Приполз ко мне в машинное отделение. Он ходил туда довольно часто. Особенно, когда был пьяный. Говорит, что подумывает о том, чтобы бросить плавать. Что болен, что сыт по горло. Я слушаю. Должен предупредить вас, что мы позвали вас сюда не для прогулки по горам с пани Томковой. И что речь идет о делах более серьезных. Садитесь. Сообщите нам все, что знаете о Берке. Ну, если он, так я тоже. Он хотел, чтобы я вместо него проводил какие-то сделки в Гамбурге, чтобы я вместо него ходил в ресторан, Зюд Кройц и там получал какие-то вещи и предложил мне за это хорошие деньги. Ну? И что же вы? Ну что я? Послал его. Сами знаете куда. Потому что я перевозить в контрабанду или спекулировать не умею. Я зарабатываю свои деньги честно. Я честный. Вы бывали с ним, когда заходили в Гамбург? В этом Зюд Кройце? С кем он там вел дело, знаете? Да. Нет. При мне он никогда ничего не получал. Был знаком с владельцем этого ресторана. Это да, еще с двоенных времен, когда Берка плавал по морю. Знаете, если вам этот старый лавкач что-то наболтал, так вы ему не верьте, потому что я играю честно. Понятно? Успокойтесь. Ничего он нам не наболтал, да и не сможет. Он мертв. Я предполагаю, что о причинах его смерти вы ничего не знаете. Нет. Так, просим. Просим. Служба. Допроводьте, пана Шимка, парадници. Просим. Просим вас. Можу се таки я сполехнут на вашу дискретность, покуда о ту даму, ну? Напросто. Если ж ты нам сказали правду. Я мам таки смысл. Про танец. Так, просим. Так, на свидану, панове. Не сдался, что бы о Беркове вражденец увидел. Рекся ему то замерне. Видишь, как то с ним замавало. Никому ты шифры Берка возил. Это все, пани Гейнова. Мы приложили к вещам также его полотенце из ванной спецовки, которые он сушил в машинном отделении, и те мелочи, которые милиция не взяла как вещественные доказательства. Что мне делать с этими тряпками? Сберегательную книжку вы у него не нашли? Брат должен был иметь много денег. Был одинок, квартира ему была не нужна, только пустая коморка. А зарабатывал много. Говорят, что вы получаете и валюту, правда это? О сберегательных книжках ничего не знаю. Сомневаюсь, чтобы он их имел. Всегда все тратил. Сами знаете на что. Да, у Станды, собственно, была невеселая жизнь. Кончил так, как все мы в семье и предсказывали. Это пьянство его, в конце концов, доконало. Ну, всего вам хорошего. А если деньги все-таки найдутся, так вы мне дадите знать. Адрес знаете. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пани Гейнова. Пани Гейнова. Добрый день. Примите искренние соболезнования. Примите искреннию. Моя фамилия Бина, я товарищ вашего Станды. Мы оба будем о нем сожалеть, так ведь? Не хотите, чтобы я отвез этот чемодан? Он ведь тяжелый. Что вам возвратили? Немного после него бедняги осталось. Ничего ценного. Так. Так, а куда вы идёте? В Гольшевиц, на вокзал. Я живу в Кралупах. Я вас провожу. У меня есть и время, и желание. Знаете, я такой старый романтик. Что мне только Станда не рассказывал о своих скитаниях по морям. Все меня интересуют. Все эти морские реликвии, фотографии, раковины, письма, открытки. У вас дома, конечно, есть что-нибудь такое. Да, кое-что найдётся. Всякий старый хлам, не имеющий ценности. Вы бы это купили? Конечно. И хорошо заплачу, если найду что-нибудь особенно интересное. Паня Гейнова, а сейчас, недавно, он не припрятал у вас ничего? А что это должно было быть? Этого я не знаю. Видите ли, паня Гейнова, я вам скажу чистую правду. Знаете, Станда мне иногда кое-что привозил из Гамбурга. Мелочи, браслеты, какой-нибудь перстень, ну, лекарства для моих знакомых. Да вы сами это знаете. Не оставлял ли он ничего такого? Знаете, ведь его квартира, конечно же, опечатана. И я подумал, сестра есть сестра, и, может быть, она мне поможет. Может быть, что-то Станда оставил у неё всё-таки? Он хотел, он мне кое-что пообещал. Говорил, что как только ему его астма не позволит плавать, у него будет кое-какой резерв на старость. Он у вас не прятал золото? Может быть, я как сестра имею право? Ну что вы! Откуда? Мой поклон, паня, было приятно с вами познакомиться. Паня, не хотите проехать со мной? Что вы себе позволяете? Я позову полицию. Уже позвали. Пожалуйста. Что вы от меня хотите? Только несколько ответов. Например, кто этот человек и о чём вы с ним говорили? Садитесь в машину. Разрешите? Пожалуйста. Пожалуйста. По моей пампу. Назар. По моей пампу, они молодец. Вы меня сходили у Томка, что так? Нет, я не мог бы сделать, потому что... Я видел ее фотку. Ну а что? Ну что? Добрый, ну. Дяка, ну так я... Про то, что ты не пришел, что не? Мы доверяем друг другу, правда? Правда. Не говорили ли вы с кем-нибудь о нашем разговоре на Бартоломенске? Извольте, ведь я вам пообещал. Хорошо, хорошо. Я тоже умею молчать. Но это очень важно, потому что... Потому что нам нужна ваша помощь. Ну, если это не противозаконно... Нет, друг, поверьте, я бы в этом случае не пришел к вам. Это связано со смертью Берки. Да? А может быть, с жизнью и смертью других людей, которых мы еще не знаем. Пока можно кое-что предпринять, но... Мы должны на этот раз рисковать. И, может быть, рисковать своей жизнью. Это я вам обязан был сказать еще до того, как подробно объясню наш план. А теперь скажите мне, Шимик, будете ли вы с нами сотрудничать? Кто там? Это некий Шимик, механик с корабля. С 23-го. А что вы от меня хотите? У меня поручение к вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Какое поручение от кого? От Стандеберки. Что вы говорите? И когда он вас ко мне послал? Ну, еще на пути из Гамбурга в Прагу задолго до того, как так печально. Вы ведь знаете? Ну, вот именно поэтому я здесь. Он дал мой адрес? Да. Мы с ним были друзьями. Правда? Я всегда думал, что он на корабле ни с кем особенно не дружил. Да, это так. Только я много раз укладывал его в машинном отделении, ухаживал за ним, когда он переберет. В общем, Станда... Станда меня любил. Это я могу сказать со спокойной душой. Ну, иногда он у меня кое-что прятал от таможенников. А что, можете сказать? Ну, вы же знаете, кое-какие золотые вещички, лекарства. В общем, то, что возил вам из Гамбурга. Ничего мне не возил. Что вы мне здесь рассказываете? Вы ошиблись адресом. Наверно. Ну, что же, Жалков. Он, я имею в виду Станду, в тот раз меня еще просил, чтобы я к вам зашел, если его астма свалит, и он уже с нами не пойдет. Так я подумал, что сейчас, когда Станда уже нет, что вы будете заинтересованы, чтобы бизнес не прекратился. Так Станда хотел, ну что же. Если я ошибся, то до свидания. Подождите. Я же не сказал, что не заинтересован. Если таково желание Станды, то это другое дело. Это все меня. Знаете, мне бы тоже было очень неприятно. Только представьте себе. Захожу в Гамбурге, в Зюит Кройц, говорю, что Станда умер. А может быть, хозяин захочет что-нибудь послать? Садитесь, пан Шемек. Почему вы сразу не сказали, что ходили вместе с ним в Зюит Кройц, а? Передавайте привет старине Клюге, он упадет под стол, когда узнает, что Станда умер. Смотрите, я рискну. Хотя вас и не знаю, потому что Бина не трус. И не какая-нибудь затычка. Кое-что у меня за плечами есть. Правда, до войны полицейские были податливее, как бархат. И с ними можно было разговаривать, не то что сейчас. Но я вас предупреждаю, вы меня продать не сможете. Откажусь от всего, молодой человек. Это вы запомните, если вдруг вам захочется где-нибудь и что-нибудь наболтать. Незнакомые все тут. Станда мои методы уважал. До самой смерти, понятно? Ну так, пусть потерплю убыток. Я в это предприятие вложу еще раз 20 тысяч. Милиция нашла в Берке какие-нибудь деньги? У него должны были быть 20 тысяч. Может быть, меньше. На ту сумму, которую он успел пропить. Не знаешь ничего об этом? Или у него украли все убийцы? О каких деньгах вы говорите? На корабле ни о чем таком не известно. Так ты забудь тоже. Смотри. Это передашь Клюге. Это наши чехословацкие деньги. Но он ими интересуется. Неважно, зачем они ему. Он даст тебе вещи, драгоценности и лекарства. Ну а ты уж как-нибудь провезешь их в машинном отделении. Сам говоришь, что Берка так делал. Это да. До Праги довезу. А что дальше? Таможенники ведь нас шерстят вовсю. Но это уже на пристани. А мы их обходили своим методом. У нас на корабле ведь есть старые металлические банки от масла. Вот такие. Есть? Черт побери. Точно такие у меня Берка всегда выпрашивал. Ну вот видишь. Теперь ты всё будешь делать сам. Айзи! Айзи! Она совсем запуталась в этих щётках. Будь так добр. Она пока ещё здесь просто не привыкла. Я тоже так думаю. Кажется, этот Калоус вполне приличный человек. Главное, что он заботится о твоей меценке, да? Нет. Не поэтому. Я просто вижу, как он работает. Я его не знал. Он откуда? Входил по Дунаю? Он самый Словак. Входил по Дунаю? Входил по Дунаю? Еще там не был. Сколько там даже живем? Каз counting! Кажах не контролируешь. Ну а определенно если он vai тягpie целый по четыре, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хватит. Как решаете, пойдете со мной добровольно или мне позвать полицию? Я в лип, делайте что хотите. Забирайте меня, ну! Нет, я дам вам еще один шанс. Какой? Если вы, однако, сумеете правильно выбрать из двух возможностей... Допустим, что я ничего не сообщу местной полиции, а все это неприятное дело мы решим по-другому. Передадим этот материал вашим органам. Там, насколько я знаю, очень чувствительны к таким вещам. Особенно, если речь идет о передаче шпионских донесений. Вы меня поняли? Ну вот, не притворяйтесь, будто не знаете, что в этих лекарствах. От чего имени вы, собственно, говорите? Это не важно. Да и для вас в эту минуту совершенно несущественно, нетрудно догадаться. Существенно то, воспользуетесь ли вы предоставленным шансом. Ну, говорите же. Речь идет о переправке в Чехословакию. Немного более объемной посылки, чем лекарства. Посылки? Человек. Найдите для него на корабле безопасное место. И высадите где угодно за Дечиным. А что за это? В случае удачи операции уничтожение всего компромата и дальнейшая возможность сотрудничества. Это хорошо оплачивается, но учтите. Любая попытка предательства на корабле или у себя дома – это ваш конец. Понимаете меня? Я понимаю и удивляюсь, зачем это так долго объяснять, что мне еще остается. Так где ваш человек? Знаете, где яхт-клуб? А напротив на пристани спортивных лодок ресторанчик Сьюнгфер. Да, но ведь я его не узнаю. А это не нужно, он сам подойдет. Будьте там завтра вечером, ровно в 7 часов. Пока на корабле, все подготовьте. К кораблю подойдете на лодке, ею будет управлять наш человек. Проход через таможенную зону обеспечен, об этом не беспокойтесь. Все понятно? Понятно, но подождите, ведь он меня не знает, как же мы с ним встретимся? Знает. Знает вас. И уже давно вас рассматривает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один коньяк. Пожалуйста. Привет. И один для меня, друг. Да, еще один, пожалуйста. Хорошо. Моя фамилия Амброс. Ну, муж меня называть Петром, Петенькой. Петей, как хочешь. Я рад. Вчеркнемся? Конечно. За то, чтобы все хорошо кончилось. Это обязательно. Извините, пожалуйста. Ничего, ничего. Цигарету, пожалуйста. Да, прошу. Все отлично? Отлично. Привет. Пожалуйста. Спасибо. А прикурить? Пожалуйста. Один момент. Хорошо. Факт, что здесь отлично. А он старый, да? Ну, думаю, лет семьдесят, восемьдесят. Хорошая, Пайло. Хорошие девочки. Тоже старые. Да, это факт. Да, это факт. Ну, допьем. А кто мне заплатит? Вы любезны. Ах так. Ну что, пойдем? Ну, пошли. Моя лодка в пристани. Моя лодка в пристани. Ухо. Их раз. Ухо. Пошли, мы поверили, капа. Вы мутер. Крым. В кипер. Ухо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подожди, здесь я посмотрю Так, хвались Очень любопытно Небось, это что, козырь? А вот его и нет Ну а теперь, ребята, платите, давайте, платите мне Заходи КОНЕЦ Встань! Вылезай! Все в порядке Заперто Черт возьми, так хочется курить, ну хоть плачь Выйди на палубу, разобни косточки А где мы? Час назад миновали Дрезден И завтра утром уже будем у Гринска дома На Завтра? Что-то вы медленно двигаетесь Вот чему мы ночью стоим Теряем массу времени Опасно, фарватер не обозначен огнями Так что, как только стемнеет Мы идем к ближайшей стоянке А как ты меня выведешь отсюда? Это будет нелегко, парень Но не бойся, у меня все продумано Так расскажи мне, это интересно И даже очень Да плывешь до Праги, там таможенники осматривают корабль Но ты не беспокойся, тебя они не найдут Факт, за это я ручаюсь Я знаю те досмотры А потом, пока капитаны и остальные ребята не пойдут домой или к девчатам Ты подождешь Ну на второй или на третий день корабль начнут разгружать Ну тогда здесь смотается много чужих людей Среди них ты затеряешься А с территории порта я тебя выведу У тебя есть какой-нибудь паспорт? Да На какую фамилию? Представляешь, я даже и не знаю Не ври Ну так, чтобы между нами было все ясно Ты должен был меня только перевести Обо всем остальном забудь Мы не знакомы Если что-нибудь случится, так ты меня видишь впервые Я тебя прикрою и на очной ставке И наоборот, парнишка Если хочешь со мной поиграть То с живым не уйдешь Я уже давно все рассчитал И жизнь, и смерть И не боюсь ни того Ни другого Так что думай, парень Думай Ну конечно, я тебя понимаю, да? Вот и не забывай Субтитры создавал DimaTorzok Эй, парень Все спокойно Я ему сообщил, что завтра к вечеру мы будем в Праге Он тебя ни о ком не спрашивал? О поездах, автобусах? Он очень хитер Хитрый как леса Ничего лишнего не скажет В Праге его выпустишь, как договаривались Я уже из Детчина послал привет Так что за каждым его шагом будут следить Конечно, как мы договорились Только я остаюсь в проигрыше Что ты мелешь? Конечно Понимаешь? Власточка Но она всегда меня ждет к себе сразу же Как только мы приходим А я должен буду сохнуть на этой посудине Смотри лучше за этим парнем Одни женщины на уме Вот придурок Ну и дела Она же не убежит Смотри лучше за этим парнем Черт возьми Смотри лучше за этим парнем Черт возьми Черт возьми Продолжение следует... 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 Не беспокойся, я бы не напахал. Жаль, что меня там не было. Ну, знаешь ли, это... черти. Что я должен был делать? Нацепи его держать. Тише. Ссориться сейчас некогда, ребята. Ты ведь не хочешь, чтобы я о влаге думал, будто он большой ловкач? Ну, провёл он нас. Зайди в фотоотдел, пусть они отпечатают этих фотографий, сколько смогут. И мы их разошлём по всей республике. Найдём, и ты его задержишь. Ну, что скажешь. На. Чтобы у тебя хоть что-то было. Спасибо. Целую ночь из-за тебя не спал. Придётся тебе ещё потрудиться, чтобы переправить меня на Марабу. Я думаю, ты поторопишься. Это и в моих интересах. Документы у тебя в порядке? Для поверхностного контроля подходящий. А под микроскопом уже было бы хуже. Это плохо. Я паршиво выгляжу, надо бы побриться. Не ждали мы тебя так скоро. Не ждали. Да не болтай. О моём приезде вам сообщили условным паролем. Ты ничего не получал? Нет. Значит, кто-то выдал или вышел из игры. Не выдал и не вышел из игры. Просто разозлился. Потому что понял, что возит не только аспирин. И что с ним сейчас? Сейчас? Сейчас он замолк. Представь, начал меня шантажировать, когда я к нему пришёл. Такая глупость. Но потом, когда я его наставил на путь истинный, да так, что он уже ничего возразить не смог. Я смотрел его коморку. То ничего не нашёл. Шифровки не было. Ты говоришь о том моряке, который плавал до Гамбурга. Так он умер. Да? Да. До свидания. Всего хорошего. Извините. Пардон. Капитан, корабельная аптечка пополнена. Ещё я положил несколько бинтов. Счастливого плавания. Открой. Открой. Ну вот, моя работа здесь закончена. Так ты, взюд кроется, скажи, что всё в порядке. Не забудь. Я вас тебе. О, Бласто, привет. Здравствуй, здравствуй. Ну, видишь. Ну, видишь, всё из-за тебя. Вон тот негодяй мог уйти с корабля сразу, а ты меня задержал. Говорил, что она не убежит. Ну что ж, если Бласточка такова, так выпей в Гамбурге коньячку за её здоровье. И выброси её с головы. Пока. Вы здесь новенький. А в обратный рейс вы с ними не идёте. Где вы живёте? Я подвезу вас. Нет, спасибо, дорогая. Одну партию я уже проиграл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конец девятой серии 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 Конец девятой серии